МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда Казахско-федерального приняла участие в ежегодной декаде за здоровый образ жизни по шахматам. Гость студии Никита Лихачев. Говорим о предстоящем чемпионате ССК России. 30 января в торгово-развлекательном комплексе «Тандем» состоялся этап с «Партакиада здоровья» КФУ по бильярду. На соревнованиях побывал и наш корреспондент Максим Жаробоев. «Партакиада здоровья», в рамках которой прошел Кубок по пирамиде, собрал 32 участника из 16 команд разных институтов Республики Татарстан. По словам участников, соревнования проходят с 2012 года и пользуются большой популярностью среди преподавателей. А для участия не обязателен профессиональный уровень игры в русский бильярд. По регламенту «Спартакиады» состязания проходят в один день, в конце которых победителям вручат кубок и медали «Спартакиады здоровья». «Очень хорошая организация. Судейская коллегия правильно все объясняет, следит за временем, за ходом вот этих соревновательных моментов. На любые вопросы легко отвечают, доступно отвечают. В плане общем, тут очень много столов, что это, конечно, позволяет проводить. Большие партии, то есть много соревновательных моментов одновременно». Спортивный дух и уважение к сопернику, и дружеская атмосфера – вот чем был наполнен воздух над бильярдными столами тем днем. Несомненно, что подобное неформальное собрание преподавателей качественно улучшает их настрой и точно добавляет мотивации, что в свою очередь сказывается на учащихся, ведь хороший преподаватель – умный студент. Максим Журобоев, «Неделя спорта». 31 января состоялась ежегодная декада за здоровый образ жизни 2020 – зимняя каникулы по шахматам. В ней приняла участие и команда Казанского федерального. Подробнее смотрите в сюжете Аида Гатаулиной. 31 января в школе Олимпийского резерва по шахматам прошли соревнования среди преподавателей всех вузов города. Игры проходили в виде блица, то есть нам, думавание хода, игрокам отговаривалось ограниченное количество времени. Перед началом соревнований главный судья выделил время на уточнение некоторых особенностей. Разрешается брать фигурку только одной рукой. Нужно обязательно поставить телефон на бесшумный режим, а лучше вообще выключить, потому что при любом звуке игрокам мог потерпеть автоматическое поражение. Когда все правила и нюансы были оговорены, можно начинать. Первый этап – это все адреналин. Такой девиз можно дать этому старт. Все участники приложили максимум усилий на победу, были сосредоточены и увлечены игрой. Второй и третий этапы прошли в спокойной обстановке и не отличились ничем интересным. А вот четвертый этап был чуть насыщеннее. Здесь были и споры с судьями, и запутанные непростые моменты, так как здесь шла борьба за медали и победу в соревнованиях. Таким образом, в непростом противостоянии победу одержала Казанская государственная консерватория, второе почетное место занял Казанский кооперативный институт и бронзовые медали получила Академия ветеринарной медицины. По окончании игры победителям и призерам выдали медали и грамоты. Очень положительные эмоции. Так что наша команда сумела завоевать первое место. И мы идем в спартакиаде сейчас на втором месте среди преподавателей и сотрудников вузов города Казани. Это большая честь для консерватории. Аида Катаулина, Максим Журабоев, Неделя спорта. И мы продолжаем сейчас на студии председателя спортивного студенческого клуба КФУ Казанский и Убарс Никита Лихачев. Здравствуй, Никита. Здравствуйте. Очень приятно первый раз оказаться в вашей студии и хотелось бы сегодня с вами пообщаться. Как я знаю, в феврале у вас начинается важнейший этап в году. Это чемпионат ССК. Ты не мог бы рассказать об этом нам подробнее? Мы проводим уже давно. С тех пор, как вступили в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России, мы проводим каждый год. И, по сути, от этого чемпионата зависит от качества его проведения, от количества участников и от самих команд. Зависит, во-первых, сколько у нас команд и ребят, индивидуалистов, поедут на всероссийский финал. От этого будет зависеть рейтинг нашего спортклуба. И от этого, в принципе, будет зависеть наше дальнейшее развитие, наше узнаваемость. И мы хотим его провести, как всегда, на высшем уровне и показать, что мы лучшие в спорте не только в Казани, но и вообще. А на данный момент уже известна дата проведения первых соревнований? Сейчас мы собираем календарь. Сейчас известна предварительная дата соревнований именно по настольному теннису. С настольного тенниса мы хотим начать. Это и девушки, и юноши будут играть в один день. Это будет 16 февраля. Почему такая дата? Потому что мы посмотрели, что ребята уехали на каникулы. Многие и многие участники попросили, в том числе и нас, чтобы турнир проводился вот уже где-то к 10 числам февраля. И поэтому именно такая дата — это начало. А дальше мы планируем календарь так, что и в будние дни, и в выходные будем проводить и мини-футбол, в этом году он и мужской, и женский, и волейбол, и стритбол, и шахматы. Но начнем именно в этот раз с тенниса. И вся информация по датам конкретно будет уже вот к концу этой недели. И подписывайтесь на группу «Казанские у Барса». Там у нас вся информация и календарь мы такой сделаем и выложим. А вообще какая значимость для вас проведения СССР-чемпионата? Значимость в первую очередь то, что есть, опять же, три этапа. Есть внутривузовский этап, есть дополнительный этап региональный в шести регионах. И суперфинал. От того, как мы хорошо или плохо проведем наш внутренний этап, будет зависеть, сколько команд и как наши команды именно от нашего вуза поедут именно на всероссийский суперфинал. Хотелось бы, чтобы каждый вид спорта был в этом году представлен по всем, опять же, и по мужской линии, и по женской линии также, чтобы и во всех видах спорта ребята наши поехали. И, конечно, надо каждый вид спорта отдельный провести на максимальном уровне. Надо, естественно, задействовать и средства массовой информации, и партнеров задействовать. И по результатам всех вот этих вот направлений там очень-очень много разных пунктов именно в регламенте, именно по тому, как мы будем отчитываться. И будет рейтинг, и, соответственно, если мы проведем лучший этап, это будет конкретно влиять на то, как наши команды поедут или не поедут на финал. Соответственно, если мы плохо проведем, то придется участвовать в дополнительном отборе, а дополнительный отбор, он будет проводиться вот по Республике Татарстан, то есть с другими вузами, то есть, например, ССК Кронос, ССК Каизиланд и так далее. Мы, конечно, любим и ценим наших дорогих соперников, но мы хотим сразу попасть напрямую. И потом, также осенью, вот как в прошлом году, соответственно, проводится конкурс «Лучший спортивный клуб России». И, опять же, для того, чтобы войти в топ, сейчас мы входим в топ-6 лучших спортивных клубов по России. Хочется, конечно, войти в топ-3 и заглядывая в определенное будущее, ближайшее, стать номер один. И для этого, естественно, надо набирать очки, баллы. И помимо того, что будет выбираться «Лучший спортивный клуб» в целом, опять же, есть награждения, в том числе и по местам, в том числе это и денежное вознаграждение от ассоциаций по тому, кто проведет лучший этап. Мы в том году, получается, были, опять же, в тройке лучших за этап по футболу, который мы провели. То есть мы единственные были, соответственно, в России, кто в прямом эфире каждую игру чемпионата, это, соответственно, даже не чемпионат, а кубка. То есть мы кубок КФУ в том году, как вы знаете, приурочили к чемпионату ССК, к отборочному, внутривузовскому. И получилось так, что мы вот трансляции вели у нас, медиа, обеспечиванием было все хорошо. И мы хотим вот так же, используя тот самый опыт, за который мы получили признание, перенести его на каждый отдельно взятый турнир в этом году, каждый отдельно взятый вид спорта. А в том числе это новые виды спорта, это женский футбол, как я говорил, это бадминтон, и это легкая атлетика. Чем лучше мы их проведем, чем лучше мы этот опыт используем, тем больше у нас и баллов будет, тем лучше для спортсменов, в первую очередь, и будет для тех, кто в этом поучаствует. А ты не мог бы рассказать подробнее про проект АССК-Про? Потому что я думаю, нашим телезрителям будет очень интересно узнать, как вообще он проходит, как в нем участвовать, и чего стоит ожидать. Да, параллельно с этим проходит очень интересный, самый, наверное, крутой, на мой взгляд, проект от ассоциации. Это АССК-Про, если говорить простым языком, это проект, это такая площадка, где каждый человек, кто может даже никогда спортом не занимался, но всегда следил, смотрел, хотел себя попробовать пресс-аташе, менеджером или так далее, может пройти обучающий онлайн-курс с очень крутыми спикерами, спикеры различного уровня, там в том числе и журналисты, и СММщики, и, опять же, крутые организаторы со всей России, да, они проводят вебинары, и эта площадка очень удобная, потому что каждый проходит регистрацию определенную, любой студент нашего вуза, опять же, независимо от возраста, регистрируется, дальше он, соответственно, попадает там в определенную беседу, где ссылки получают на вебинары, и вебинары есть по разным направлениям, разным темам. Вообще там есть очень много разных направлений, то есть есть, например, чисто медиа, то есть фотографы, видеографы не будут, например, заниматься тем, что им неинтересно, они будут смотреть вебинары, обучаться именно по фото и видео, то, что им интересно. Есть направление пиар, организации мероприятий, есть направление именно спортивный менеджмент, это руководители команд и так далее, каждый выбирает все, что им надо, Проходит такой базовый пакет всех вебинаров и после этого получает очень крутое интерактивное задание, которое он выполняет и тоже получает своеобразные какие-то баллы. И после этого лучшие из лучших также поедут на всероссийский суперфинал и либо они будут менеджерами команд, например, либо могут быть волонтерами там же, организаторами, либо как раз таки пройдут дополнительную обучающую программу SSK PRO. То есть она уже будет живыми спикерами, которых можно даже в прямом смысле слова потрогать, задавать какие-то вопросы, получат какие-то тренинги, мастер-классы, получат сертификаты. И многие из них, почему это платформа для старта, потому что они могут стать, ну как минимум, в своих спортивных клубах менеджерами, председателями и так далее. Кто там лучше всех себя проявит, те вполне спокойно берут на стажировки в различные спортивные клубы, такая практика у SSK постоянно или в саму ассоциацию. В общем, это хороший старт для тех, кто любит спорт, но никогда им не занимался или занимался, но хочет быть не спортсменом, не только пинать мяч, но и делать так, чтобы спорт был не только соревнованием, но и чем-то очень крутым, медийным и так далее. Я сам участвовал дважды, в 2017 и 2018 году, и в 2018 году я, как простой активист казанских хиллбарсов, ездил в Анапу на, соответственно, финальный этап вот этого обучения по программе SSK Pro. Я обучался на спортивном менеджменте, и ту информацию, которую я получил, тот опыт, который я получил, взаимодействие со спикерами, эти тренинги, такого очень мало, где можно найти. Тем более, это абсолютно бесплатно, и мало того, что такие программы, например, многие люди покупают образовательные, здесь это все для студентов, и тем более, если человек себя показал и поедет на всероссийский суперфинал, это тоже, можно так сказать, за счет принимающей стороны. Это все бесплатно, это все для простых студентов, как мы, и это очень крутая площадка. Говоря о чемпионате SK России, ты не мог бы вообще рассказать, каковы были результаты казанских хиллбарсов в прошлом году, и чего нам стоит ожидать именно в этом году, то есть какие у тебя могут быть прогнозы? Мы некоторые виды спорта провели на хорошем уровне, некоторые на очень высоком. В пример привожу футбол, футбол мы провели очень здорово, и, опять же, ожидание именно от неспортивных результатов, это провести на высшем уровне каждый вид спорта, чтобы каждый вид спорта мог себя здесь показать и, соответственно, рейтинги, баллы добрать. И по результатам прошлого года, не по всем видам спорта мы прошли, соответственно, суперфинал, и в этом году, наверное, самая главная цель, но это уже зависит даже не от нас, а от наших спортсменов, от их желания, это желательно, чтобы по каждому виду спорта, в том числе, особенно по новым, если они себя проявят, женский мини-футбол добавили, бадминтон и так далее, это пока экспериментально, но если это наберет популярность не только у нас, но и везде, это будет также на всероссийском суперфинале, и хотелось бы, чтобы даже в этих видах спорта у нас участники туда поехали, потому что женская, например, футбольная сборная КФУ, она сильнейшая в принципе, и очень бы хотелось увидеть всех там и показать, что мы не только в организации крутые, но и попробовать какие-то завоевать высокие места, потому что по спорту мы можем, и наши спортсмены могут, они сами это прекрасно понимают, поэтому все теперь зависит от нас, то, что надо, мы сделаем, и теперь я надеюсь, что каждый спортсмен, кто сейчас нас смотрит, захочет поучаствовать и, конечно же, победить и поехать на всероссийский суперфинал, это главная задача наша, чтобы каждый для себя понял, что он туда хочет поехать. Спасибо большое, Никита, что посетила нашу студию, мы с нетерпением ждем начало СК-чемпионата и будем болеть за казанских юборцев. Спасибо, мы вас ждем, соответственно, на чемпионате, тоже приходите, участвуйте, мы для вас найдем какой-нибудь подходящий вид спорта. Вот такими яркими спортивными событиями нас порадовало прошлой неделе, ну а что же будет дальше, увидим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале Универ ТВ, меня зовут Диана Латышева, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!